Денег нет, но вы держитесь. В Ивано-Франковской области не платят зарплату бюджетникам. Люди до сих пор не получили деньги за декабрь. В общей сложности им должны уже 20 миллионов гривен. Планируют ли чиновники исправлять эту ситуацию, выясняли наши корреспонденты. Головевская школа. Здесь учатся чуть более сотни учеников. Техработницы Елена и Галина рассказывают, хоть здание и небольшое, но работы хватает. За неё женщины получают минималку, но и её выплачивают с задержками. И выплачивают в последний час. Нема, чтобы выплачивали. Задержка есть. Раньше давали задатки до 15-го и выплачивалось до конца месяца всё. А теперь вообще не понятно. Свято нас лишило без грошей. Задолженность по зарплате есть только перед техническими работниками, говорит директор школы. Поскольку их финансируют из местного бюджета. Педагоги же получают деньги вовремя. Средства для них поступают за счёт государственной субвенции. Правда, в районе есть долги практически во всей социальной сфере. Трудности были у нас с выплатою заработной платы техническим персоналом, обслуговывающим сфер. Это медикам, библиотекарям и техническим прессивникам. На сегодня задолженность перед бюджетниками в Верховинском районе достигла почти 7 миллионов гривен. Местные власти самостоятельно решить проблему не могут. Надежда лишь на дотации от государства и области. Без допомоги государства таким районам гирским, высокогирным, реально выжить неможливо. Поэтому необходимо формульное выровнение. И для гирских районов должен быть специальный коэффициент. А вот в райадминистрации уверяют, ситуация не была бы столь критичной, если бы местные депутаты не были так расточительны. Долги по зарплате есть не только в Верховинском районе, объясняют в обл. администрации. В соседнем Косовском районе дефицит достиг 10 миллионов гривен. Если в Косовском районе зарплаты за годный месяц забеспечены 50% грудной зарплаты, то в Верховине только 20%. В Косовском районе проблему задолженности зарплаты обещают решить в течение следующей недели. Местным чиновникам все-таки удалось отыскать средства в районном бюджете. А вот в Верховине взялась помогать область. Пообещали выделить почти 3 миллиона. Остальные деньги будут просить у государства.